Во имя Отца и Сына и Святого Духа. У меня складывается такое впечатление, сколько раз говорю, что должно быть две проповеди Златоуста или другие получения. Считают по одному, как будто специально, чтобы я вышел и говорил, оставляют мне место. Сегодня я хотел сказать о молитве. Православие строится на молитве. Слово Божие не звучит. Почти. Сектанты, веретики, в основном упирают на проповедь, и поэтому у них быстро все прибывает, народ трудится. А молиться уже как придется. Их молитвы с молитвами, которые установлены у нас в церкви, не приходится сравнивать. Если человек живет не духовной жизнью, сильно ты не разбежишься. Дай. И все, на этом закончилось. Мы должны очень хорошо усвоить, что без молитвы ничего не делается. А молитва бывает сказанная словами, звуком. А бывает не сказанная. Адам в раю. Нехорошо человеку быть одному. А чего нехорошо? Такие простые слова. Начинаешь, когда считать святых отцов, это бездна и глубина. Почему Иоанн Анатолий говорит, ни одного знака не оставляя без внимания, как написано. Нехорошо. Он чувствовал. У меня есть свои размышления. Когда человек один, его что-то удивляет, так хочется поделиться с кем-то. Ну хорошо, лев ласкается. Запустил руку в гриву ему, погрелся или что там. Дальше-то что? У Адама не могло не возникнуть вопросов. А что там за пределами рая? А что там за пределами вселенной? А там он и не знает еще. А там мы только будем задавать вопросы. Какая она земля? Плоская или шарообразная? У нас какие вопросы-то сегодня? А на чем она стоит? А с какой скоростью несется? А когда она вернется на свое место? Чем закончится мир? Вопросов ни два, ни три. Вопросы это желание разрешить. Исследования, проведенные людьми, которые занимаются наукой, показали, что ребенок до 4-летнего возраста в среднем в день задает 400 вопросов. А у взрослого ни одного. Он развивается, если, конечно, обстановка позволяет. Микрофончики прикрепили и все. Мир начнет молитвой. И закончится тем же самым. А какая последняя молитва? Вопль. Я специально исследовал это дело и нашел. Тем более сегодня техника, поисковики в Библии позволяют. Слово молитва, моление, просьба, вопль. Это все в молитве. Более 500 раз. Там 540 раз. А слово услыши, преклони ухо, внемли мне более тысячи раз. То есть на каждую молитву человек в среднем дважды говорит Господи, прими молитву, услышь. И ответить, ну ты молился, а Бог тебя услышал или нет? Апостол Павел. Самый плодовитый христианин в Новом Завете. Из 27 книг Нового Завета 14 принадлежат ему. Сохраненных 14. Сегодня мы знаем, что было послание к Ладий Кейсам, о котором он упоминает, к Колоссинам. Что было три послания к Коринфинам, о которых он упоминает. И он говорит, трижды молил я Господа. Молил, чтобы удалил ангела сатаны. И Господь ответил, довольна для тебя благодатью моей. Вот и добился и узнал. А что молитва была услышана, какие препятствия? Препятствия самое главное. Посмотри на себя в зеркало. Есть три врага. Сатана, мир и ты сам. Я. Почему? Говорят, отвергнись себя. Возьми крест и следуй за мною. Следуй за мною знать волю Божию. Отвергнись самого себя. Пока твое я мешает, не ослаблено, ничего не получится. Ты все будешь думать, надо это. А что воля Божия означает? Очень трудно сказать. Если человек, верующий в Бога, у него страх Божий на первом месте. Вот смотрите, там начало мудрости и страх Господний. У нас специально висит место из Священного Писания. И там говорится, только глупые, неразумные люди пренебрегают наставлением. Мы считаем притчу Соломона, Примудрова. Определенно говорит 30 глава 5-6 стих. Слово Господа всякое, чисто. Православные вообще этого не знают. И далее говорится, не прибавляй к словам его, его с большой буквы, Богу. А где его слова? Святая Библия. Кроме Святой Библии мы ничего больше о Боге не знаем. Не прибавляй. А дальше страшные слова говорят, чтобы Он не обличил тебя. А Бог обличит и скажет, я сказал так, зачем ты добавил одно слово? Ну я, на этом все закончилось. Я тебе сказал, скажи скале сей, дай воду. Он добавляет пять слов. Неужели из этой скалы? И Бог сразу же ответил, и ты не войдешь в обитованную землю. Господи, да я хотел, все кончилось. Переигрывать уже Бог не будет. Я сказал, скажи скале, а он еще и ударил. И написано 105-й Псалом. Не от удара пострадал он, а от слов. И погрешил Моисея устами своими. Когда Бог повелел сказать, скажи. Он должен был сказать, скала, отверзь здесь. Сим-сим, открой дверь. И было такое, что весь скот напились и все. А почему мешает наше Я? А Бог его ослабляет. Как? Постом и милостыней. Два момента. Вот человек начинает жить. Закончил какое-то учебное заведение. Его люди где-то полюбили за его трудолюбие. Он женился. Все у него идет как надо. И говорят, встал на ноги. А Богу как раз это и не надо. Нужно вникнуть во все это. Встал на ноги. Значит, у него все в достатке. А Бог говорит, раздай имение, следуй за Мною. У него авторитет перед ними. Он может помочь. Он может заказывать какие-то проекты, дни прогрессы строить. Не получится. У Бога совершенно другая шкала. Ты хочешь быть совершенным. Раздай имение. Срезано. Все. Ничего нету. А вопросов нет. Ты хотел быть лучшим. Я тебе и отмечаю, говорит Господь. Ну, у меня и здоровья хватает. У меня силы хватает. А вот этого как раз и не надо Богу. Постом и молитвой. Замари этого коня. Пост. Пост. Для ослабления нашей плоти. Апостол Павел начинает перечислять. Великие деяния, которые никому не удалось повторить. И говорит, я более всех был в трудах. Ну, действительно, четыре миссионерские путешествия. Я более всех потрудился. Подводит итог. Более был в страданиях. Более в тюрьмах. Все перечислил. А в конце добавляет. Впрочем, не я. Но благодать Божия, которая со мною. Чтобы люди обратились к Богу, нужно сеять. Сеять, садить и поливать. То есть, говорить людям проповедь. Далее поддерживать. Объяснять. Уколять. Обличать. Наставлять. А потом Павел и говорит. И сеющий, и поливающий ничто нуль. А все Бог возвращающий. Вот это и есть молитва. Молитва, которая отвечена. Есть люди, которые, в общем-то, ничего великого не сделали. Но был дан дар молитвы. Один из них, это Ефрем Сирин. Целый тон посвящен молитве. Ты хочешь узнать, как молиться зароженницу? У ней трудные роды могут быть. Там написано. Как воспитать? Написано. Муж гулявый? Там написано. Что бы ты ни сказал, там все написано. У него молитвы из него, как из рога изобилия были. А сам не знал, что ему Бог ответит. Весь мир к ногам его ложится с молитвой. А сам про себя не знает. Стала мысль приходить. А кто бы мне встретился? Да научил меня. Что-то я еще не знаю. Ну, найти книги Иеронима Стридонского. Его еще и не было. И Господь ему говорит. Иди. И кто первый встретится, тот тебя научит. Какие у него мысли были, мы не знаем. Ну, конечно, он подозревал. Какой-то доктор богословия, там, профессор, иностранец, путешественник, который много видел, ездил. Идет. И первый, кто ему встретил, сблудница. Ночная бабочка. Он остановился в тупике и смотрит на нее. И она на него смотрит. Ответ-то у нее готов. А у него нет. Наконец-то он не выдержал ее взгляда. А что ты на меня смотришь? Я из ребра взятая. У мужа. Я и обязан на тебя смотреть. А ты взят из праха. Опусти в глаза. Смотри в прах. Господь, а о чем я думал? Да как о себе подумал? Прах, пепел. Вот как отвечает Господь. Если у тебя есть мысль сделать что-то для народа Божия, ты молись. Проси. Жертвуй. Такой человек был. Их было два. Ездра и Ниемия. Два друга. И Ниемия не знал, как вывести народ из плена. Ему не диктовал Бог, как Моисею. Пойди, брось жертву, превратиться в змея. Руку за пазуху положи. Вытащи ее, она будет прокаженная. Заложи обратно. Чистая будет. Ему ничего Бог не говорил. И он не знал. Молится, а ответа нет. И, конечно, он был печален. Почему Бог живой, дивный и любого не отвечает? И он стоит перед царем, доверенное лицо. Он виночерпий. Царю подает вино. Есть фильм такой, Еремия называется. И он там стоит еще молодой юноша. Каждое вино, каждая бутылка сосуд должны быть проверены. У лабораторных еще не было исследований. И он говорит, пей. Он говорит, а если отравлено? Не беда, ты умрешь. Главное, чтобы император жил. Весь ответ. И он стоит перед Богом. И стоит перед императором своим, перед царем. И старый взглянул на него. От чего ты печален? Ты болен? Нет. Я сильно испугался. Потому что часто случалось переворот через отравление царя и прочее. Я сильно испугался. Если было у Сталина, говорит, на приеме, глаза бегали. Все, домой не возвращался. В гулаге, в пыль превратили. Я сильно испугался. Но на этом не остановился. Я помолился. Как он молился? Кланяется, как у стены. И евреи колоняются. Перехреститься, двуперстно, труперстно. Этого еще не было. Я помолился. Я понимаю так. Он только сказал, Господи, погибаю. Положи на сердце, что сказать. И я отверстие уста и сказал, царь, а как быть мне непечален? Народ мой в раздорении. Мы в плену у вас столько лет. И Господь мгновенно ответил на все его молитвы ночные и дневные. Сейчас, здесь. И он сказал, из чего же ты хочешь? Чтобы это отпустил народ. 70 лет мы в плену. У нас есть Родина. Есть город Сион. Есть гробы отцов наших. У нас храм был, мы потеряли его. И сердце царя повернулось к нему. И далее царица будет помогать. Войска пожелают пойти сопровождать. Скажите, не надо, доверяясь Богу. То есть молиться. О чем молятся женщины? Нет детей. Они молятся. Бог дает. Ребенок рождается. А никто не знает, кем он будет. У ней нет детей. Вторая жена ее поносит. Ты бесплодная. Ты сухое дерево. И она выпьет к Богу. А первосвященник видит ее и говорит, иди проспись дома. Выпила вина и пришла в храм. Нет. Нет вина. От великой горести и тоски. Я прошу Бога. Иди с Богом. Бог сделает так. И родится от нее сын. Но она прежде, чем он родился, уже дала Богу обещание. Если дашь сына, Господи, я посвящу его тебе. Он не будет безбожником воляться. Он будет с тобой, Господи. А в Росиме Ниоландске, все говорят, она превозмогла немость женской природы. Еще не рожденного она посвящает. То есть, когда ему исполнится 4 года, она приведет его, отдаст первосвященнику и скажет, вот то, что я просила и отдала. А как ты? Как Бог? И мы видим, у него не один за другим рождаются дальше дети. Есть такой момент, когда человек, видя, как народ отступает от Бога, люди не знают Бога, живут по своим прихотям. И он возревновал и говорит, было время, был посыльный, прибежал к моему отцу и сказал, у тебя сын родился. И очень обрадовал его, у него дети, сын. Он говорит, проклят человек, который это сказал, проклят день, когда я зачался. Вы знаете, о ком речь идет? Тот же самый пророк Иеремия. Он увидел, никто не хочет слышать Слово Божие. Все что-то прибавляют. Все живут по своим прихотям. Зачем я родился? Я говорю, слова они не слушают. И Бог утешил его. Избрал молодым, когда он совсем молод был. Мальчишка. Да я молод. Бог говорит, иди и не молодушествуй. Иди, чтобы я не поразил тебя. Я избрал тебя, как нужный сосуд. А кто будет слушать? Я говорю, они не слушают. Будут слушать или не будут? Будут слушать или не будут? Слышишь? Иди и говори. Так они как гурный ветер, на меня огонь. Огонь? Я тебя скалую сделаю, и огонь погаснет. Иди и говори. А что говорить? Скажи, никакая сила вам не поможет. Никакие союзы с Америкой, с Израилем не помогут. Все будет разрушено. Тогда были свои сосуды. Они на Египет надеялись. Проегипетская была политика. Фараон придет, фараон сильный, а сирийского царя победит. Ничего подобного. А Еремей один говорил. Город окружен. Будет. Откройте ворота, не воюйте. Царь, все дети твои будут живы. Тебя в Ипатинском подвале не расстреляют. Открой ворота. Открой им, пусть они придут мирно. Он этого не сделал. Мы знаем эту ужасную историю. Весь Иерусалим был сожжен. И народ был при нем. Молитва Иеремии не была отвечена так, как он думал. Но Бог сделал так, как ему угодно. А почему? В конце мы должны сказать. Не моя воля, но твоя да будет. Я прошу, знай, мне надо это. А Господь показывает на другое. Ты просишь, я сделаю. А дальше что будет? Я разговариваю с знакомым человеком. У него она родила с детей столько. Жена узнала веру православную и пришла. А он так и остался сектантом. Я говорю, ты когда жену искал, какие качества ставил? Господи, мне нужна такая и дальше быстрая. Что я понимал? Ну кто тебе сосватал-то ее? В другом городе она жила. Ну вот такой-то. Ну он-то верующий был, очень верующий. Страдал за Христа. Ну он-то разве не видел, что в ней? В ней откроются прекрасные качества. Ну он-то искал другое. Красивая и умная. А она оказалась умнее его. А вот этого я не просил. А если бы сейчас было, я бы попросил, Господь, дай мне послушную жену. Она везде противоречивает. Я начинаю потолок белить. Она в дальней правильном. Я начинаю что-то делать. Она везде умнее меня. Я с такой разговаривал за границей. Я говорю, ты всегда считала себя умнее мужа? Да. И что? Одна. Подравнялась, никого нету рядом. Ушел другой. Вы думаете, ушел другой, это просто слова? Я сегодня прочитал статистику. Четвертая часть. Я верю, что говорит священник, доклад делает. Это из ста священников 25. Живут одновременно в небрачной жизни с другой женщиной. Разрушенные семьи у священников. А почему? Искали не того. Я лично, близко, знаком был с этими священниками. Как? Да как, познакомили. Надо было рукополагаться, а они женаты. Ну они ходили все время, они ждали. Как только выпустим минористов, тут востребовано не будут. Ну ты молился о ней? Конечно нет. Она хорошая, высокая, ростом с меня. Все у нее есть, а теперь, теперь ничего нет. Итак, я говорю о молитве. А о чем молился Адам, когда был изгнан? Еще в раю он стал говорить, я не виновен. А как он сказал? Жена, которой ты дал мне, она дала мне и я ел. А вот как. А почему ты не молился, чтобы жена-то у тебя слушалась, а не под каблучником был? Это ни день, ни два. Этот плод обошелся слишком дорого. Сегодня подсчитано, примерно 100 миллиардов умерло. Умерло, водами все умирают. А как? С молитвой на устах, если умирает. Сегодня показывает фотографии, умирает человек верующий. Ну как обычно, пока ждали, там документы оформят. Он в гробу лежит, улыбнулся, и так улыбка застыла на лице. Такую же покажет женщина. Улыбнулась, улыбка хоронит ее, а улыбка на лице. Что они там увидели? Это не ужас. Гримасство, с которого умирает человек. Хотя поэтому определять и нельзя. И так последний человек будет молиться Богу. И всякий слышащий да скажет, приди. И дух и невеста говорят, приди, Господи, приди. Нас страшить должно то, что у нас везде добавки. Мы фарисействуем много. У сектанта поднимают. Одиннадцатник из Библии выбросили. А у православных добавляют. Вот идет крестный ход. Кресты бьются друг о друга в руках. Хору веносцев. Почему? Все поняли. Великая ересь грядет. И вдруг мальчика одного там шестилетнего поднимают на воздух. Его несколько часов нету. Ждут. Он опускается. А я что слышал? А что слышал? А как там на небе поют? Как? Святые Божицы, святые крепкие, святые бессмертные. Почему не оставили эту ангельскую песню без повреждения? Сразу же добавили. Помилуй нас. Там не было этого. У человека три ступени дано Богом. Это просьба. Я прошу тебя. Я молюсь тебе. Помоги. Спаси. Благослови. Это все просительная молитва. Так молятся католики. Сектанты. Все еретики. Мусульмане. Буддисты. Язычники просят. Помоги. Вторая ступень выше. Это благодарение. За все благодарите. Апостол Павел в первом послании к Каринфинам прямо пишет 5.18. За все благодарите. За все. Так у меня совсем не так, как я думал. Пожар тут разворовали, имение растащили. Да правильно. Ты вспомни его. Сколько у него было? Был самый богатый из сынов Востока. Ничего нету. Бог дал. И Бог взял. Да будет имя Господне благословенно. Почему Давид, составивший псалтырь, говорит 118.164 стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. За несчастье, что не по-моему. За гонения. За кражи. За все прославляю. И есть третья ступень, ангельская. И мы на нее прорываться должны. Православие здесь незаменимо. Это словословие ангельское. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные. Армяне добавили. Помилуй нас, распныся за ны. Православные не приняли эти слова и разошлись. Как на небе распныся. Как это может быть? То есть это отвергли. А теперь свят, свят, свят Господь Самого. Вся земля полна слава Его. Это видит Исаия, шестая глава. Эту песню нельзя ничем заменить. Есть песня, а есть песня, всем песням песня. Это песня песней так и называется. Много молитв. Но одна молитва называется молитва молитв. Это отче наш. Отче наш. Самая высшая молитва. И к ней добавили. Везде все добавляют. То православное. Я много перелопатил литературы. Так и не мог найти даже у профессора Скабалиновича. Он объясняет, когда посты были. Какая молитва. Здесь неизвестно. Батюшка все время добавляет. Это не он. Так записано. Ибо твое есть царство, сила и слова. Они добавляют. Ибо твое есть царство отца и сына и святого духа. Где там отца и сына и святого духа? Эти слов нету. Они добавлены. Господь говорит, не добавляй, чтобы я не обречил тебя, и ты не оказался лжецом. Так они нужны, эти слова. Они нужны, но в другом месте могут быть. А можно изменить? Я еще изменю. Я православный. Я каждый раз, слыша это, должен сказать. Прости, Господи. К словам твоим мы добавили слова, которые ты запретил делать. К словам не добавляй, не убавляй. Кто добавит, Бог говорит, наложу язвы. Кто отнимет, лишу царство Божие. Итак, научимся молиться. Когда плоть наша ослаблена постом и милостыней, то есть мы более бедные, чтобы он услышал. О чем мы должны молиться? Чтобы по-настоящему мы веровали в Бога. Чтобы достигли той пристани, которая называется Царством Божиим, и вошли туда. Чтобы родные и близкие наши познали Его и обратились. Сейчас молятся о всем мире, во всем мире. А можно вымолить? Нельзя. Молиться можно, но нельзя никак. Почему? Дело Божие делает небрежно. 48.10. Иеремия говорит, а проклят, кто дело Господне делает небрежно. Крест отмощением головы. Вот. Пол был ладошкой, больше ничего нет. А дальше. Проклят, кто меч Божий выдерживает от крови. Так я молился, Господи, войны не было. Проклят. Если они нарушают заповеди, священники, ты можешь проситься, разуми его, Господи. Но казнь, кара, которая грядет, не будет отнята. Писание говорит, проклинает Бог. И кого проклинает? Кто не платит десятину? Проклятие вы прокляты. Вы все обкрадываете меня, Бога. Я только напоминаю о том, где главные страшные слова проклятия. А о чем молиться мы не знаем, Павел говорит. И поэтому Дух Святой через нас выпьет. Авва очи. Авва. Это сирийское слово. То есть ты отец всех отцов. В молитве молитв. Должен быть виден один, который все это дал. Если этими словами я достиг вашего сердца, вы сами все начните молиться и ждать ответа. Если ответа никогда не было оттуда, подумай, как? Не просто заученный Богородица Дева радуется, счастнейший Херувим. А написано, и в молитве открывайте свои желания. Послание к филиппийцам. Желания. Православные не знают. Скажешь, молись своими словами. Он не знает. Их надо учить. А сколько молитв? Никакого счета нет. За каждым словом везде ты должен увидеть словословие. Псалтырь заканчивается тем, что написано на третьей ступени. Кто стоят? Вот эти деревья. Насекомые. Град. Все славят Бога. Они не просят ничего. Они не благодарят. А написано, что словословие идет. Давайте учиться у того, что нас окружает. Есть или нет. Дождь. Деревья славят Бога. А птицы, и написано, птенцы ворона взывают к нему. Они просят пищи себе. Мы не слышим. Мы глухие и слепые. Господи, покажи нам, как вся природа вопит, славит Бога и просит чего-то там, где чего не хватает. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Спасибо. Продолжение следует...